Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Татьяна Сидоренко и сегодня мы затронем с вами очень важную тему, которая меня просто повергла в шок. Посмотрите, это ножки моей клиентки, моей постоянной клиентки и просто посмотрите, что с ними стало после педикюрных носочков. Нет бы сделать педикюр у мастера или хотя бы с обычной пемзой, пожалуйста, не покупайте их, они подходят далеко не всем, там абсолютно ужасная внутри наполненность и мы даже не знаем, почему так сильно слезает кожа. Ну, давайте по порядку, пока я снимаю покрытие, расскажу вам немножко про то, как вообще все это произошло, сколько времени назад и так далее. Моя клиентка была у меня на педикюре два месяца назад, убрала сама длину, да, получилось не очень хорошо, но все-таки как смогла. Сейчас я, кстати, тоже убираю длину прямыми кусачками от Silver Star, очень их люблю и всем давно советую, они крепкие и даже самые-самые толстые ногти они могут с легкостью срезать без того, чтобы ноготь отстрельнул. Я думаю, что если вы делаете педикюр, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, клиент был у меня где-то два месяца назад и не стал делать пяточки. Просто потом она сказала, что ей подарили эти носочки на какой-то там праздник и надела. Выдержал нужное время, все использовал по инструкции, знаю, что сейчас кто-то скажет, что она там передержала. Нет, абсолютно не так. Клиент всегда выполняет все рекомендации и поэтому в этом я уверена. И вот спустя два месяца, хотя написано, что в течение недели все уже будет нормально, просто посмотрите на ее ноги. Все пальцы слезают уже, наверное, раз так пятый по рассказам. И действительно это дискомфортно. Мало того, что ноги стали очень чувствительные, пальчики болят. Ну, в общем, попросту химический ожог, то есть ожог после химсредств, которые находились вот в этом самом пакете. Что хочу сказать, если вы не знаете, что находится внутри, лучше не используйте никакие такие продукты. Ну, а мы приступаем к педикюру, будем возвращать ногам красоту. И сегодня я буду работать вот такой интересной фрезой. Это фреза Торнадо, но она необычной формы. Она очень классная, в работе она мне понравилась. Но, сразу скажу, девочки, если у вас есть любая фреза Торнадо, пожалуйста, соблюдайте наклон. То есть не утыкаемся носиком в ноготь. Я соблюдала наклон, держала ее строго параллельно ногтевой пластине. И, как видите, никаких пропилов. Есть еще, конечно же, один секрет, которым я не могу с вами просто не поделиться. Ставьте самые-самые минимальные обороты, чтобы вы практически видите, как вращается фреза. Весь птериги мы удалили. Работали мы, естественно, без нажима. И уже до конца доводим все пламенем красным диаметром 23 мм. И посмотрите, с какой четкостью и аккуратностью я захожу в синусы. Потому что синусы – это, наверное, боль всех мастеров педикюра. Когда вы смотрите на идеально чистый педикюр и начинаете делать, кажется, что это просто, но в итоге чистоты почему-то добиться не получается. К сожалению, да, такое бывает. На самом деле никакого секрета нет абсолютно. Важно положение фрезы, ваша аккуратность, ваша усидчивость и, конечно же, знание оборотов. Делаю срез я всегда в педикюре ножничками. Я вообще, в принципе, кстати, работаю только ножницами. Если тут кто работает кусачками, напишите, пожалуйста, мне интересно, каких сейчас мастеров больше все-таки, которые на ножницах или на кусачках. И еще заранее вам скажу, что я попросила у клиента разрешить мне вот так вот немножко обтирать палец, чтобы просто показать вам, сколько же всего скопилось там у нас под ногтями, то есть в наших боковых пазухах. Только потом, если честно, думала, что можно было бы сделать это все на салфетку, но я не идеально, никогда этого не говорю. Получилось, как получилось. Я перед вами зато абсолютно честна. Все смотрим. Да, там была небольшая под ногтевая мозолька. Мы ее убрали, и вот он, идеально чистый педикюр, который, в принципе, готов к покрытию. Я обезжирила и потом еще обезжирила дополнительно. Средство – это средство от вросшего ногтя, которым я работала на большом пальце, если вдруг вы будете спрашивать. Тоненько-тоненько наношу базу от Космопрофи. У нее очень хорошая консистенция. Она и не слишком жидкая, и не слишком густая. В общем, средняя консистенция, которая и чуть-чуть выровняет наши вот эти трещинки. Помните наши отслойки, потому что клиент отодрал практически половину ногтей из-за того, что они у нее спузырились после этих носочков. И будем использовать очень красивую базу. Я про эти базы уже рассказывала, и не устану вам их хвалить. Вот эти базы с блестками от Космопрофи носятся у меня идеально даже на самых капризных ногтях. Вот с такой вот просто тонкой подложки из базы. И еще эта база не дает усадки. Поэтому если ищете красивые базы с шиммером, конечно же, вот вам на заметочку очень красивые. Оттенков много в выравнивании, а не плотные. Ну, а если в педикюр, то я просто немного затонировала им ноготок. И, в принципе, после того, как мы нарисовали френч, получилось очень все даже прилично. И хочу вам напомнить, что у меня есть промокод магазин Космопрофи. Всю информацию более подробно я пропишу под видео. И также оставлю ссылочки. Рисуем френч. Френч я рисую белым гель-лаком. Никогда не рисую его гель-краской. Тем более в педикюре. Гель-краска в педикюре, скорее всего, как только ноготь отрастет, сразу же скользится. Потому что гель-краска это твердый материал. А ноготь наш подвижный. Из-за этого френч может трескаться. Поэтому рисую гель-лаком. Самое главное не набирать на кисть слишком много, чтобы френч не был жирным. Но и не набирать слишком мало, иначе будут проплешины. Берите среднее количество, любую тонкую кисть, которым вам удобно рисовать. И практика, практика, еще раз практика. Обязательно выводим тоненькие усики. Кстати, мы рисуем усатый френч на ногах. Это пожелание клиента. Мне, в принципе, нравится. Но я знаю, что есть фанаты, прям ярые фанаты прямого френча. Напишите, пожалуйста, на какой стороне вы? Все-таки прямой френч на ногах или с усиками? Будет интересно почитать, кого больше. И покрываем все топом. Думали-думали насчет дизайна. И решили, что такой френч на блестящей базе просто сам по себе уже уникален, идеален. И ничего добавлять не стали. Отправила клиенту, дала рекомендации. Ножки увлажнили. К сожалению, дисками сейчас пока работать нельзя. Кожа очень чувствительная. И после этих носочков, в общем, не перестану ругаться. Пожалуйста, не используйте их, не протестировав. У клиента кожа была нежная, а носочки эти очень агрессивные. Если у вас есть какие-то истории с этими носочками, я с удовольствием почитаю. И не думайте, если я вам не ответила на комментарии. Я всегда их все-все-все прочитываю и читаю перед сном. Вот такой вот результат у нас получился. Если тоже любите френч на ногах, так же, как и я, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписаться на мой канал. На нем еще куча интереснейших и полезных видео. И, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать, когда у меня выходит новое видео. И еще хотела вам показать, какой тонкий торец у нас по итогу получился. Несмотря на то, что было два слоя базы. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...